Добрый день! Видео по продаже дома. Никольский торжок, озеро Никольское. Примерно 150 метров основная дорога. Постоянно чистится, ремонтируется, так как соседи постоянно проживают. Участок ИЖС 15 соток. Ширина 30 метров, длина 50 метров. Электричество 10 киловатт 380 вольт. Участок в собственности. Там сосед, и там еще участки размежеваны. Они пока не построились. Фундамент железобетонные забивные сваи. Здесь примерно полметра над землей, а там уже 70. Так как участок имеет небольшой уклон. Но здесь никогда участки не потоплят, так как озеро не сильно выходит из берегов. Материал стен. Профилированный брус камерной сушки. Покрашено основное строение. Пристройка 3х5 еще не покрашена. Участок по границе идет вот до бани соседа, где там установлен забор. На участке выкопан колодец, 5 колец, скважинный насос, греющий кабель туда опущен. На сегодняшний день два кольца с водой. Задняя часть дома пристройка. Она не покрашена. Свесы подшиты деревянным планкеном. В туалете установлена вентиляция вытяжная. Водосточная система. Также установлена пластиковая Деке премиум. Основной сруб 5х5 и терраса метр восемьдесят. Он уже покрашен. Заходим на террасу. Ширина террасы метр восемьдесят. Здесь постелена ДПК доска. Пластиковая с небольшим зазором для воды. Сделаны розетки. Наружная подсветка. Установлена дверь пластиковая. Так, зашли внутрь. И в первую очередь попадаем в тамбур. Тамбур небольшой. Ширина метр семьдесят. Длина два с половиной. На входе дверь стеклянная. С терморазрывом. С доводчиком. Дверь закрывается на ключ. Дожимается, чтобы не продувало. В тамбуре также сделаны теплые полы. Кварц-венюл покрытие. Справа шкаф-купе. Сюда же выведен счетчик. Точнее автомат. Проходим дальше. И попадаем уже в просторную кухню-гостиную. Ее размеры пять метров по центрам. И так тоже пять метров. На полу здесь кварц-венюл. Также сделаны теплые полы. Терморегулятор. И еще два конвектора. Балу и норвежский НОБА. Под большим окном. На окнах занавески. Римские шторы. Стены. Профилированный брус. Камерные сушки. Внутри покрашен лаком панели Аса Тикурила. На потолке имитация бруса. Покрашена в белый цвет. Такие светильники. И дополнительно две лампы над столом. Здесь зона кухни. Стол вместительный. Для шести человек. Кухня. Комплектована всем необходимым. Новый холодильник. Декс. Чайник новый. Варочная панель. Духовой шкаф. Тоже все подключено. Все работает. Вода. Холодная и горячая. Телевизор. Подключены 20 каналов. Приставка наверху. Пройдемте дальше. Здесь туалет. Он совмещенный с душевой кабиной. Два выключателя. Отдельный на свет. Отдельный на вентилятор. То есть. Здесь вытяжка. Вот она заработала. Выключу его. В туалете. Предусмотрено место под установку стиральной машины. Также сделаны электрические теплые полы. Вот в этом месте. Раковина подвесная. Зеркало. С подсветкой. Унитаз тоже все новое. Сделано полностью водоотведение. Холодная вода подведена. Здесь радиатор стоит. Балу инверторный. Вода заведена в дом. Колодец. Там опущен скважинный насос. А здесь уже гидроаккумулятор. Накопительный бачок. То есть шума никакого нет. Водонагреватель Балу. Новый. Для горячей воды. 50 литров. Душевая кабина. 90 на 90. Тоже достаточно вместительная. Кабина новая. Это фильтр грубой очистки. И также есть греющий кабель. 10 метров. Он заведен туда даже под землю. Чтобы ничего не промерзало. Пройдемте дальше. Спальня. Спальня небольшая. Кровать 1,60 на 2. Вмещаются 2 тумбочки. Здесь выведены розетки. Можно повесить еще один ТВ. Это перегородка уже каркасная. Между туалетом и спальней. Здесь также конвектор Балу. Инверторный. С энергосбережением. Одно окно. Римская штора. Вид на сосной, на соседей.